Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Аудио-визуальных документов Такое собрание архивное состоит из трех самостоятельных коллекций Фотоколлекция, киноколлекция и видеоколлекция И фактически наш архив сохраняет визуальную, аудио-визуальную историю XX века Вот здесь мы можем найти документы и о каких-то личностях, персоналиях, как известных, так и не очень Таким чином виглядала ось скляна пластинка, на якій зображення негативне, тонесенька. Ось так он у нас зберігається Дуже крихкий матеріал скло, якщо ему понад 100 років, дуже потребує такого делікатного віднешення, тендітного, тому що оці всі зображення скло поступово викрошується, ми його реставруємо, підтягуємо, сканується і вже до використання можна взяти цифрову копію, а ось такий оригінальчик От він, власне, виглядає Дія відбувається в монастирі старовинного французького містечка Ту, XVI століття А помните знаменитую на весь мир собаку-робота Спот? Так вот, теперь эта красавица в Украине В зоне отчуждения Чернобыльская АЭС эта чудо-собака уже начала исследовать территорию и вынюхивать места с радиоактивным заражением Тестовые испытания были проведены исследовательской групой Бристольского университета совместно с украинскими специалистами В частности, робопес изучил новый саркофаг, возведенный на Чернобыльской АЭС Согласитесь, классная собака Круговорот добра в природе – вещи, которые помогают Контейнеры с таким названием для сбора ненужной, но хорошей одежды установили в Одессе Потом эти вещи продают в специальном магазине Добро Бутик Одежда здесь часто обретает новую жизнь Из старых джинсов шьют сумки, а футболки расписывают В прошлом году волонтерам удалось собрать 900 тысяч гривен Деньги перечислили на покупку оборудования в детскую больницу Вещи, которые не подходят для продажи, отдают приют для животных Согласитесь, прекрасная идея – сочетание разумного потребления и помощи нашим На днях нам принесли вот такое платье, у него вес более трех килограмм, мне кажется, если не больше Часть вещей попадает в магазин, после их продажи мы все средства направляем на закупку оборудования В этом году мы уже закупили операционную лампу в детскую нейрохирургию стоимостью в 380 тысяч И хотим успеть в этом году сделать еще одну закупку для детских больниц Это важно, потому что сейчас в экологии большие проблемы И перепроизводство одежды – это одна из основных проблем экологии И когда вы отдаете ненужные вещи в контейнеры, вы дарите возможность им приобрести новую жизнь Если это вещи, которые уже не в хорошем состоянии, то они отправятся на переработку А если это вещи, которые в хорошем состоянии, вы их уже просто не носите, потому что они вам не подходят по размеру Или просто не нравятся, то кому-то другому они могут подойти Вещи, которые уже невозможно вторично использовать для ношения одежды Мы передаем или на переработку, или сейчас мы начинаем работать с приютами для животных Которым также нужны теплые вещи, чтобы пережить зиму Карманная страна – уникальный проект стартовал во Львове И знаете, в чем его интерес? На ваших глазах оживают архитектурные достопримечательности Украины Львовские изобретатели оцифровали выдающиеся объекты культурного наследия Теперь каждый может скачать специальное приложение С помощью специальных карточек на смартфоне рассмотреть в 3D-формате 40 уникальных сооружений Один из авторов проекта Юрий Преподобный создать бесплатное приложение Он решил вместе со своей командой еще год назад За это время они объездили все регионы Украины, чтобы в точности воспроизвести Известные памятники архитектуры в виртуальной реальности Давайте посмотрим, что у них получилось Это проект, который очень хорошо показывает возможности уцифрования Что на основе этих созданных 3D-моделей можно выполнять проекты реконструкции и реставрации И это певная фіксация на данный момент Потому что, как мы понимаем, что в Украине далеко не все памятники будут иметь возможность На свое восстановление этого года или на следующие 10 лет Но если мы сможем их зафиксировать сейчас, то в дальнейшем у нас будет такая возможность их восстановить Мы вмотаем додаток, выбираем выставку на площади Ринок Завантаживаем додаток и наводимся на стенд На жаль, что сейчас у нас меньше кількости туристов Мы им предложим такую интересную аттракцию, как 3D-листовки, которыми они могут воспроизвать своим друзьям или родителям Мы их распространяем на некомерсийной основе Каждое утро большинство из нас покупает кофе в бумажном стаканчике Я, кстати, очень люблю латте и две ложки Ладно, можно даже с горочкой Согласитесь, это удобно, но не экологично, в этом уверены экологи Но выход найден, это переработка В Одессе создали предприятие, на котором из стаканчиков и кофейного жмыха делают обувные стельки На одну стельку в среднем нужно два переработанных стаканчика Одесские стельки в ароматном кофе покупают в США, Канаде и Европе Сырье для одесского стартапа бесплатно передают несколько как одесских, так и киевских кофейней В каждой установили специальные урны Сейчас на предприятии проводят эксперимент Изготавливают детскую и домашнюю обувь Про обувной бизнес с ароматом кофе Смотрите далее Кажется, что бумажный стаканчик полностью экологичный Он выглядит, как будто состоит полностью из бумаги Но это не так Дело в том, что бумажный стаканчик состоит частично из первичной целлюлозы из бумаги Но внутри стаканчика есть слой пластика Путем гидроразмыва отделяем целлюлозу от полиэтилена Потом целлюлозу смешиваем с кофейным жмыхом и получаем вот такой композит Основные свойства – это влагопоглощение, влагоотдача и нейтрализация запаха Тем самым мы решаем проблему неприятного запаха ног Мы уже отшиваем первую партию стелек для батальона численностью 600 человек Где мы провели уже тесты Нам подтвердили, что заявленные свойства стельки подтверждаются И в рамках первого теста мы отгружаем первую партию – это 600 стелек Очень приятно, что мы отшиваем размерный ряд для наших ребят Это от 39-го до 54-го в учителе Дать такой стартап, переработать кофейный жмых Из них сделать с помощью добавления конопляной ткани Сделать антибактериальные стельки Это реально мне показалось, что это крутая идея Естественно, с первыми днями ему помогали И сейчас помогаем Начали собирать для него жмых от кофе Потом поставили вот эту красоту Собираем стаканчики А напоследок поговорим о самых лучших украинских разработках Как организовать путешествия, не забывая, конечно, что у нас карантин, чтобы оно было максимально комфортным и недорогим Украинский стартап, продуктом которого является сервис по поиску дешевых билетов TripMyDream запустил одноименное приложение для путешественников За два дня оно вошло в топ-3 по количеству скачиваний в категории путешествия в украинском App Store Программа позволяет найти самые дешевые билеты из Украины по всему миру Есть подробная информация о городах, странах, варианты путешествий Быстрые уведомления о снижении или росте цен на авиабилет Экономно, быстро и диджитализировано, согласитесь И напоследок о еще одном интересном стартапе Ukrainian Life Classic В Киеве представили первое в мире мобильное приложение с украинской классической музыкой Разработку поддержал Украинский культурный фонд, Галецкое музыкальное общество и Львовский органный зал Приложение позволяет выбирать музыку по стилям, эпохам, композиторам Визуальная часть около 40 композиторов, каждый из которых имеет свое яркое оформление Краски и звуковую музыкальную волну Наш украинский культурный продукт, он должен выходить на этот световый рынок В таком обличии, в технологичном, современном обличии И, правда, благодаря Украинскому культурному фонду мы получили эту возможность И мы запросили до співпрации американского разработчика ИТ Який надав нам, правда, все те технические качества, которые нужны для нашего додатка В то, что мы спроектировали Волшебный цифровой мир сказочных персонажей Павитруля, Велес и Чугайстер теперь в смартфоне В специальном приложении для детей Украинские историки, этнографы и иллюстраторы Объединились и создали необычный проект Разработчики говорят, украинская мифология самая богатая в мире Но до сегодня информацию о ней нужно было искать в книгах Теперь все секреты украинских мифических героев Можно узнать из игры в смартфоне Персонажей можно увидеть благодаря технологии дополнительной реальности Разработчики консультировались с этнографами и историками Что же у них получилось? Смотрим вместе Чугайстер Повитруля Ми вже бачимо реакцію аудиторії І найбільше ми зацікавлюємо самим фактом роботи з міфологією Тобто у нас є коментарі, нам пишуть діти, пишуть люди Добре, що ви зробили цей проект, тому що я давно мріяв або мріяла Або цікавився міфологією, але не було можливості десь побачити якісь гарні картинки Почитати якісь прості зрозумілі історії І побачити це десь там в якомусь там сучасному знову ж таки форматі Музика Це був процес доволі таки жорсткий, тому що, по-перше, ми заручилися підтримкою науковців з інституту народознавства НАНУ України І саме, ну, завдяки їх менторству ми обрали персонажів, які не є контроверсійними Тому що, ну, скажімо, навколо певної низки персонажів є наукові дебати Хочете більше позитивних новостей? Без проблем, сделаємо, ну, вже в следующее воскресенье А пока ми собираємо для вас нові інтересні історії Подписуйтесь на наш ютуб-канал і страничку фейсбук І помніте, у нас в території без политики, тільки хороші новости Пока! Субтитрувальниця Оля Шор